Боевики за сутки 14 раз обстреляли позиции в ОСУ. Никто из украинских военных не пострадал. Бьет противник и по населенным пунктам. В этот раз вражеская артиллерия обстреляла церковь в Селепеске. Подробнее Ирина Баглай. Три прямых попадания из вражеского танка и на церковь в Селепеске не осталось живого места. Нет куполов, выбита стена, но пошатнуть веру наших солдат боевикам так и не удалось. На горизонте хорошо видны жилые многоэтажки окраины Донецка. Их крыши – точки наблюдения корректировщиков огня российских наемников, показывают наши военные. Огневые позиции боевиков практически неизменны с 2014 года, как и маршруты отстрелявшихся танков назад в захваченный город. Три года боевики уничтожают село, но несмотря на это в церкви еще недавно проводили службы. Был и алтарь, украинские солдаты оборудовали. Теперь там груда кирпичей. Приезжали священники и забрали присыпанные образы и отдали на иншую церковь. Прячутся боевики в поселке Жабуньке в подвалах среди руин домов. Обозначили себя флагом Советского Союза и пытаются прорываться к украинским позициям. Но безуспешно. За воротами и с решеченными осколками неожиданная для этого места красота. Светлана Николаевна с мужем в песках живут, как на острове. Не жалуются на жизнь, помнят ад 2014-2015 годов. Выживают благодаря огороду. Этим летом у хозяев неожиданная радость. В ульях снова услышали гул пчел. Бои, выстрелы, и все, бах и бах, страшно, аж лампочки из потолка вылазят. И пчелы погибли. А вот потом где-то сохранились. И вот на днях прилетел к нам рой. Село Призрак с сумерками превращается в поле боя. Но здесь до сих пор живут 12 человек. Почти все пенсионеры. Они смотрели войне в лицо и все же не теряют надежду снова увидеть мир. Ирина Баглая, Андрей Костюк. Подробности телекнал Интер из Донецкой области. Субтитры создавал DimaTorzok